Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Вы знаете, я когда-то смотрел обзор на свой старый канал, и там вот обзорщик говорил, что канал Мистер Нокаут, это в основном канал о боксерских новостях, и иногда у него там бывают и прогнозы, и довольно точные. Его изумил мой прогноз на бой Сереги Ковалева против Энда Ниярда, и что я уверенно прогнозировал победу именно Сергея Ковалева. Чувак говорил, блин, мало кто это прогнозировал, но этот чувак Мистер Нокаут, он не просто прогнозировал, он прям уверен, он говорил, блин, да стопудо победит, конечно, вот этот битый алкаш, и так и случилось. Но зачем я вообще об этом? Да потому что мой новый канал теперь уже не сколько даже новостной, а сколько будет, наверное, с уклоном в аналитику боксерскую, потому что все-таки я уже за эти годы приобрел какую-то опытность, там вот все такое. И сегодня мы поговорим, почему лажают блогеры. Возьмем мы в качестве примера, ну угадайте, что мы возьмем. Да, конечно, последний мегафайт, бой Теофима Лопес против Василия Ломаченко. Вы знаете, я боксерских блогеров сравнил бы с снайперами. Вот снайпер, чтобы попасть точно в цель, ему нужно учитывать дохрена разных факторов. Это там и скорости направления ветра, и настолько быстро движется цель, то есть движущаяся цель. Вы видели, наверное, в фильмах, как вот снайпер долго-долго целится, и вот вроде прицелился, все, нажимает на спусковой крючок, и тут к его цели подходит там девушка какая-то и говорит, ах ты мне изменял, и вот толкает. И в этот момент чувак нажимает курок, раздается выстрел, и пуля, тыр, мим. Ну, кто мог подумать, что вот в этот момент вот эта телка подойдет и толкнет эту цель, да? Да никто. Так вот и бывают такие вот моменты, допустим, скрытые травмы, когда команда и боксер скрывают от общественности какую-то травму, они надеются, что они затащат и так. И вот выходят в ринг, а тут открывается травма, да? А мы-то сделали прогноз на здоровенького чувака. Да, в конце концов, бывает так, что травма просто вот открывается уже в ринге, и сам боксер и его команда, конечно, понятия об этом все не имели до боя, и тут фигаси, и все, он там, например, выключается рука или нога, и он проигрывает. И тут тоже пули все летят абсолютно мимо. Но есть некоторые факторы, которые учитывать можно. Я начну с того, что наши блогеры, а это я имею в виду блогеры с постсоветского пространства, потому что других я не смотрю, английский я знаю очень плохо, и в отличие от Васи Воломаченко, я этим не хвалюсь нифига. Они живут, сука, в мире каких-то тупых совковых сказок. Ну вот сказочка, например, о каком-то, блядь, честном боксе. Они вот серьезно считают, что в боксе должны быть вот такие честные судьи, честные промоутеры, которые там честно судят, честно там всем платят и так далее. Но эта сказочка и реальность, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Я тоже, кстати, как и все вы, наверное, в детстве верил в много чего, например, в Дедушку Мороза. Да, здравствуйте, я мистер Нокаут, и да, я, сука, верил в Деда Мороза. Потом я подрос и понял, что никакого Деда Мороза нет, хотя бы потому, что это технически невозможно. А во-вторых, чисто психологически, представьте, какого-то деда миллионера, да нет, миллиардера, который тратит все свое время и состояние на то, чтобы развозить различные ништяки всяким пиздюкам. А на самом деле все это наши родители за свои зарплаты, за свои кровно заработанные деньги покупают, кладут нам под елочку. Ну, вы знаете, да, что я вам буду рассказывать. Некоторые вот говорят, что, блин, вот любительский бокс же, он более честный, чем профессиональный. Ой, да я таких сразу отошлю на Олимпиаду 2012 в Лондон. Да, друзья, посмотрите, что там, блядь, происходило, да. Приезжает боксер на Олимпиаду, ему говорят, так, вы откуда вы приехали? А, из Англии, предъявите паспорт, ага, прописочка, да, вы англичанин. Окей, окей, так, распишитесь вот здесь, здесь и вот здесь, пожалуйста. И вот идите в кассу и получите золотую медаль. Вы теперь Олимпийский чемпион, живите теперь, сука, с этим, да. И вот такие Люки Кэмпбеллы потом идут, дутые Олимпийские чемпионы, идут потом профессионалы, и их там перебоксируют какие-то французские ноу-неймы, махди или манди, или какая нахер разница. Перебоксировал этого чувака, а потом говорят, ой, кризис любительского бокса. Хотя, если бы вот действительно там все было по-честному, то мне кажется, что Олимпийский чемпион, ну, мое такое чисто субъективное мнение, должен по-любому стать чемпионом мира и профессионалов, потому что уровень там техники и всего такого позволяет. Но сейчас, особенно в последнее время, это не так. Что уж говорить, друзья мои, о профессиональном боксе. Говорят, бокс это спорт. Вот там в комментариях мне некоторые пишут. И там добиваются только успешные спортсмены, которые показывают мастерство в ринге, которые, в общем, отдают самого себя там на тренировках, трудятся, труд, кровь, пот. Вот эта вся хуйня из каких-то советских пропагандонских фильмов 50-х, 60-х годов, блин, они вот просто транслируют сюда, потому что это вот в России, на постсоветском пространстве этот бред очень, сука, распространенный. Я вам скажу, друзья, что кто платит, тот и заказывает. А платят в профессиональном боксе промоутер, поэтому они и заказывают, да. Кто платит за девочку, тот ее и танцует. Ебай. Ебей. Они решают, кому жить, кому умереть, и платят за это все, да. Потому что бокс профессиональный, это не столько вид спорта, еще раз скажу, как просто зарабатывание денег, это шоу. Это шоу-бизнес. И когда я перед боем записал видео про шестой фактор, по которому проиграет Василий Ломаченко, потому что он старый, потому что он не показывает красочный бокс из какой-то Украины, и чувак, который хвалится, что он плохо, сука, понимает английский язык, серьезно. Вот представьте, вы собрались, ну, там какая-то компания, и вы хотите похвалиться перед всеми, говорить, а я плохо понимаю английский. Ебай. Ебей. Ебей, извините. С русского акцента немного. Можете себе такое представить? Ну, а он вот, да, он во всеуслышание, публичный же человек, он вот этим хвалится. Я просто, блядь, ну, в шоке. Нужен ли вот такой вот чувак? Наспитание не нужен ли нам? Нет. Нет, не нужен. Поэтому его просто-напросто сольют. Имеют они право слить? Да, потому что они хозяева этого шоу. Еще раз говорю, они за это платят, поэтому они устраивают свои правила игры. Кому бы там не хотелось этого? И вот тот же Грин Мехи. Лично я думаю, что на стороне Василия, помимо технического преимущества, да, огромного подсеркского опыта, которого у Лопеса нет, есть еще и громадное психологическое преимущество, потому что он спокоен, а Лопес пытается всеми силами раззадорить себя и убить всех вокруг, что он готов к этому бою. Но чем больше он это делает, тем больше он убеждает всех в обратном. Особенно свои люди сиражают. Если... Потому что бокс не меняется, а я как-то люблю. Стою на месте, горе-бокси, ну и другим хейтерам. Родненькие мои, простите меня, плоховал я. Или как-то вот там, и Рома Михайлов, вот они... ...делают такие паузы, которые просто, не просто за полом Василии, а которые смуют эту хламурусов эти паузы Василии, просто закрутят, как столь его до плевоты. То есть, отчем ринг, отчем ринг. Научить Баутбасу. Для меня просто, для меня, по поводу решения в этом бою, это просто, ну просто лютере. Ограбление тут сразу, сразу перейдем. Это просто лютейшее ограбление. Это не нужно, это не нужно, это не нужно, а вроде бы хорошие тренеры, после этого там стали писать Роме Михайлову, что какой ты нахер тренер, ты лох нам и так далее. Не-не-не-не-не. Вот я с этим нифига не согласен. Нормальный тренер, но просто как вам сказать, это отличный, классный супер снайпер, который стреляет в идеальных условиях, в крытом ангаре. И там показывает просто фантастические результаты, но вот только выходит уже на открытую местность, тут его результаты резко идут вниз. А я уже не говорю про поле боя, где ветер дует, пули врыва летят там, и цели все быстро очень перемещаются, и цели твои не просто какие-то лохи, а это профессиональные солдаты, попробуй, блядь, попади в него. И там наш идеальный снайпер, просто и не снайпер оказывается, а так хер пойми кто, вот без учета этого всего. Еще один фактор, ребята, о котором хотелось бы поговорить, это фактор своего. Я вам расскажу одну историю. Я решил стать блогером боксерским, и решил запилить свое первое видео. Это было несколько лет тому назад, перед боем Энтони Джошуа, Владимир Кличко. Я запилил его, но, слава богу, не опубликовал. Знаете, что я там прогнозировал? Конечно, победу Володьки Кличко. Я говорил, что, смотрите, какая позиция в Энтони Джошуа, а какая Володя Кличко. Настолько Кличко опытный, у него правый прямой убийство, ничего, в общем-то, нет у Энтони Джошуа, ну или есть, или не такой. И, слава богу, я не выложил это видео, потому что я свою вот такую предсказательно-блогерскую, прогнозистскую деятельность сразу бы прям начал с лажи. Но я потом через несколько дней это пересмотрел, и понял, что я просто-напросто фанат Володьки Кличко. И здесь говорит, никакой не прогнозист на самом деле, боксерский, а говорит простой фан Володьки Кличко, который хочет, чтобы Володька вернулся опять, чтобы было все, как и раньше, чтобы опять не спать по ночам, болеть за Володьку, чтобы он валил одного за других этих соперников. Но что будет на самом деле, я не знаю. Поэтому я взял и отправил в корзинку этот прогноз, и там потом, в общем, начал канал не с этого, начал с правильных прогнозов. И все равно ты привязываешься к какому-то боксеру. Я вот, например, симпатизирую Сереге Деревянченко, и вы помните, уже на новом канале, я просто отказался от этого прогноза, потому что, ну, я понимал, что Чарло победит. Ну, вот, честнее, правильнее не делать в таких случаях прогнозы, если ты чувствуешь привязку. А российские, еще интересно, почему же именно российские боксеры так налажали? Они все попопадали пальцами в небо, блин. А вот украинский блогер «Боксерская правда», этот чувак, в общем-то, ну, не настолько налажал. Все-таки Фиме давал целых 30%. Да потому что российские блогеры, это я уже чуть-чуть, извините, плиз, влезу в политику, чтобы без нее никак, потому что еще одна байка, что бокс, блядь, вне политики. Да ну нахер. Бокс – это и есть политика. Это и есть политика. Я вам сейчас расскажу. Смотрите, вот эти москвичи, петербуржцы там и прочие буржцы, воспринимают спортсменов с постсоветского пространства как своих русских парней. Они часто говорят об этом прямо вот так. Говорят, что для меня, что белорусы, украинцы, казахи и так далее, это все наши. И они часто путают. Они часто называют Головкина там или Ломаченко, или Усика русскими бойцами. Потом, извините, я как бы. И у них вот эти фантомные боли. Почему каждый раз, когда русские боксеры, или, ну, будем говорить, боксеры с постсоветского пространства приезжают на важные бои в Лас-Векас, мы получаем вот такие вот решения. Что в бою Ковалев в World 1, где была просто, ну, чистейшая победа Ковалева, чистейшая, за счетом 116-111, на мой взгляд. И вспомнить даже бой Головкин-Канела, где выставили ничью, ничью. В россиян происходят, и они поэтому воспринимают вот как своих. Вот как я Володьку Кличка воспринимал своего. Поэтому они просто-напросто повторяют ту же ошибку, которую я сделал, чуть не сделал, в своем самом первом видео, которое не вышло. Они просто тупо топят за своего русского парня Васю. Они считают, что русский парень Вася должен по-любеску затаскать, потому что мы, сука, русские, да? Мы же русские. Вот. Это тоже еще вот такая ошибочка. Я не знаю, наверное, я не все перечислил причины, возможно, что-то я там и пропустил, но, тем не менее, вот где-то вот так. Прекрестите, напишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, и всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни. Еще, правда, напоследок забыл сказать, что они совсем, поскольку они воспринимали Василия Ломаченко как своего, они думали, что и везде все будут так его воспринимать, они отказывались. Просто они вытесняли, не хотели, блядь, понять тот факт, что Василий Ломаченко является предателем своей страны, его ненавидят все украинцы. Даже если отбросить вот эту всю хрень там мистическую о каком-то Грегоре, коллективной душе, ну, коллективная душа, сказала Василию Ломаченко, ты, сука, предатель долбанный, ты меня кинул, ты выбрал другую русскую душу, да, русский мир тебе ближе, ты ходишь туда к русским в церковь, ты там дружишь с ними и все такое. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто тебе. Так вот, будь ты, сука, проклят, мое тебе, нет моего, блядь, благословения тебе, Вася, ты влетишь. И они не поняли, что поддержка чужих фанатов соседней страны, она не настолько сильна, как поддержка своих родных фанатов, понимаете, в чем дело. И, собственно говоря, Василий Ломаченко, он потерял поддержку своих фанатов, это уже как бы, ну, чисто об этом исключительно бое. Эй, ребята, я же свой советский. Ах, значит, свой советский. Да вы хоть форму посмотрите, ребята. Он еще и форму насыпил. И то, что они с отцом смотрят боксерские каналы, мой канал смотрит, Иван Риткач оставляет иногда комментарии под видео, они смотрели эту боевую провинцию, там говорили на бое Ленареса, вы думаете, что они не заходят и не смотрят вот эти все боксерские сайты, они не видят волну хейта в свой адрес. Вот представьте, вы заходите на сайт, вы от Василия Ломаченко и читаете лома мудак, лома пидор, лома такой-сякой, чтоб ты проиграл, Фима вперед, представьте, какое это давление, капец просто, да. И вот и были нервные срывы, я об этом говорил, но это не хотели замечать. Чувак в церкви, бросался на Риткача, и вообще вел себя неадекватно. И писали же мои подписчики, что посмотрите, он явно психически нездоровый чувак. Но это никто не замечал, потому что это свой Вася. Даже если отбросить эту всю мистическую шелуху, то фактор болельщика, вот взять командные виды спорта, там футбол, вот существует такое понятие, как 12-й болельщик, то есть лишний болельщик. И когда команда играет на своем поле, это считается преимуществом, потому что за ту команду еще выходит виртуальный один игрок, коллективный, который поддерживает свою родную команду, и соответственно, он играет против соперников, свистят, улюлюкают, там даже бросаются чем-то, какими-то фаерами и так далее. Ну все, вот теперь уж точно конец. Все, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите, что вы думаете по этому поводу, и всего вам, ребята, вот теперь самого крутизного в этой жизни. И вот боксерский IQ, главное, что надо победить, может замутрить так, что земля из парнок приедет. Замутрить, бывает такое. Тогда запоминать, ты лошара! Чмордяйна! Ой, е-мое!